Пункт приема помощи жителям Украины закрыли. Теперь эти функции на себя возьмет Министерство социального развития, а также специально созданный Координационный совет при правительстве области. Подробности в материале нашего корреспондента. Путь до Ростова у добровольцев занял сутки. По прибытии на приграничную территорию, несколько тонн продуктов, вещей, медикаментов были распределены между беженцами, которые уже находятся на территории России, и теми, кто остался на юго-востоке Украины. Для последних, по словам добровольцев, забирать гуманитарную помощь приехали депутаты Новороссии. Они же передали просьбы военных, которые оказались на границе двух стран. Люди, которые несут сейчас службу, помогают нашим пограничникам по охране наших границ российских со стороны юго-востока Украины, и которые выполняют боевые задачи непосредственно на территории юго-востока Украины. У них, конечно, просьбы. Это военное снаряжение, обмундирование, разгрузки различных типов назначений, приборы различные оптические. Особенно у них большая нехватка приборов ночного видения, потому что они не могут сейчас противостоять в ночных таких различных провокациях. Пункт приема помощи жителям Украины начал свою работу в мае. За это время было собрано более 20 тонн провианта и вещей первой необходимости. В этот раз количество груза стало рекордным по весу за время оказания помощи Саратовской областью. По словам организаторов сборов, в губернии живут отзывчивые и небезразличные люди. Огромное количество людей разных, байкеры, музыканты, творческие люди, просто какие-то волонтерские объединения откликнулись. И сейчас, по сей день, звоним, мы совместно координируем работу и будем дальше помогать вообще беженцам тем, чем сможем. Потому что наши номера нас уже знают, нам звонят. И мы как мост, который связывает людей для оказания помощи. Путь Саратов-Ростов и обратно машину с гуманитарным грузом проделывали в последний раз. Организаторы сборов приняли решение закрыть пункт приема помощи. Теперь оказать содействие беженцам с Украины все желающие могут в Министерстве социального развития и в правительстве региона.